В рамках выполнения задач программы достигнуты следующие результаты. Зарегистрировано преступление 654, за аналогичный период 659. Итовая преступность за 9 месяцев 23 года... Перенесем, посмотрите. Извините, извините меня. Давайте перенесем. Во-первых, нет пояснительной записки, невозможно оценить. И опять слушать, сколько там, что и это. И все-таки действительно, без представителя я вот зашла, посмотрела, но... Наверное, не верю. Мое предложение. Я готов вам судить, я вынесу тебя на голосование, потому что просто в прошлый раз мы об этом говорили, но сейчас мы об этом уже говорим. То есть я же, поймите, даже в отношении подростка я реально глубоко скажу, я когда увидел это на операционном столе и прогноз составил, но просто понимаю, почему это произошло. И не только, конечно, образование, там, ему хочется руководить, это и семья, и сам подросток, и все-таки. Также и здесь, вот если мы обсуждаем какие-то программы, да, если бы, например, была программа поддержки здравоохранения, я бы вообще был бы рад. Муниципальная она была, там, не знаю, еще какая-то, кроме развития здравоохранения. Если коллеги поддержат, давайте проголосуем и попросим все-таки представителям, кто, ну, скажите, с кем вы сегодня эту программу своими действиями исполняете? Ну, по горным, как бы значит, это конкретно ПОХ, это конкретно Карзов, кто конкретно отвечает? Если, в целом, смотрите, конечно, Карзов, но здесь, смотрите, если по этой программе здесь два направления, здесь по ПДН, это по несовершеннолетним, если с семьями работают, которые, соответственно, у нас уже, нашего МВД России, Назаровский, поэтому я услышала, и в прошлом обсуждении данной программы я не присутствовала, сейчас у меня понятно, как будет вопрос и претензия, давайте тогда, когда перенесете, я просто возьму под личный контроль, и чтобы у нас уже представители были. Я уже про мошенничество вообще могу. У меня моим сотрудникам в Телеграме шлют с моей фотографией мошенники, вступают в диалоги с закрытого номера, угрожают увольнением некоторым сотрудникам от моего имени, если они не выслали их директивы, то есть там конкретно недавно, буквально, волна какая-то прошла, причем ни один, ни два, видимо, где-то база слилась, и номера конкретно сотрудников с фамилией, то есть обращаются конкретно, начинают, выступают, и вы. Коллеги, голосовать будем? Давайте проголосуем, чтобы это закрепить. То есть перенос с участием сотрудников МВД, да? Семь, мы приглашаем сотрудников, он будет переносить. Второй раз уже. Ну, один раз не было, один раз плыли, что мы долго посвящаем этому времени. Коллеги, кто за то, чтобы перенести данные, рассмотрение данного вопроса? И рассмотреть это влечение сотрудников. Спасибо.